Набережная Челнэй, подземный переход на остановке Московский проспект. Этим утром горожане могут преодолеть его только вплавь. К 6 утра городские службы, казалось, исправили ситуацию. Но уже спустя 3 часа ливневая канализация снова переполнена. Дорожники хватаются за голову, а пешеходы говорят, что впору строить ковчег. Все было затоплено. И я еще в шоке, думаю, как же я буду идти ночью. Как дождь, вот эти перекрытия между плитами текут. То есть все течет абсолютно во всех подземках. И здесь, и Тимирязево. Кто-то скажет, такой переход надо ремонтировать. А местные говорят, во всем виновата как раз недавняя реконструкция. Ремонта такого не было. Я, конечно, капота обвинять не буду. Но, видимо, где-то грубейшая ошибка была. Сегодня работы на этом участке не прекращаются. Нужно каждый час откачивать воду и найти место, откуда она попадает в переход. Капитальный ремонт делала наша организация, но на гидроизоляционную работу мы нанимали субподрядную организацию. Затекает возле трамвайных путей. Затекает вдоль стены, под ступенями проходит и уже выбивает, мы видели. Под водой сегодня оказались и улицы Автограда. На пересечении проспектов Чулмана и Яшлег вода по бордюре. Автолюбители едут 20 км в час под лужами ямы. Может заглохнуть, а потом ремонт. Аккуратно надо ездить, посмотреть. А так напрягает, да. Однако в исполкоме города считают, что для паники причины нет. Зимой был произведен ремонт насосных станций. К тому же проблемные участки на постоянном контроле. Особое внимание уделяем на 4 участка под мостами. Это пересечение проспекта Мира Вахитова-Хасан-Туфана и на Московском проспекте. Эти же проспекты. Пока проблем никаких нет. Городские службы перешли на круглосуточный режим работы. У сотрудников предприятия Автодорог есть вся необходимая техника для устранения чрезвычайных ситуаций. Сергей Хайдаров, Эльмира Гаймендзилова, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигулин. ТНВ, Набережная Челны, Казань. Редактор субтитров А.Семкин